Откроем послание к евреям, 2 главу, прочитаем 1 стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Итак, после доказательства на ряде Месть Священного Писания «Отличие Сына Божия от ангелов, его превосходство над ними ввиду его единосущности, Отцу Небесному», Павел переходит к более практическим выводам из этого доказанного им в первой части этого послания, объясняя, что это превосходство Христа должно означать для нас, и к каким шагам оно должно нас подтолкнуть. Первую главу и вообще всё своё это послание апостол начинает с освящения факта смены эпох во взаимоотношении Бога и людей. Он говорит, Бог многократно и многообразно говоривший из древней отцам пророков в последние дни сии и говорил нам в Сыне, которого поставил наследником, всего через которого и веки сотворил. То есть в эти последние дни Бог, в отличие от предыдущей эпохи, заговорил к людям в Сыне не через посредство ангелов, как ранее. Вот это предшествующее посредничество ангельских сил в передаче людям Слово Божие, оно несколько удивляет. Но на этот факт Павел указывает и в другом своём послании, в послании к Галатам, там он пишет в 5 главе, это 19 стих, он говорит, для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относятся обетования, и преподан через ангелов рукою посредника. Мы как кажется знаем, что с Моисеем говорил Бог, о чём он вроде бы сам засвидетельствовал, вот перед осуждающими пророка Аароном и Мариамью, когда там конфликт произошёл, и сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всём дому моём. Устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит. И вдруг Павел заявляет, что в сравнении с последними днями это всё-таки не было непосредственным откровением, но в его передаче были задействованы не один даже, но многие ангелы. Это очень сложная истина для понимания, но ставить её под сомнение мы не имеем никакого основания, ввиду того, что всё описание Богодухновенное, сказанное Павлом здесь вот, и в послании к Галатам, это таким же образом было изречено Духом Святым. Выходит, что в преподании Первого Завета, даже при откровениях Моисею, несмотря на близость его общения с Богом, в этих общениях всё-таки присутствовало невидимое промежуточное звено, через которое Слово Божие приходило в уши и в сердце пророка. Очень странно, но это факт, из которого выходит, что и вот в приведенных стихах из 12 главы книги «Числа», где Бог упрекая его Таарона и Мариам, говорит об особо близких отношениях его с Моисеем, эта близость была несколько условна, в отличие от последних дней, когда Бог заговорил к людям в сыне. Господь проводит сравнение между своими отношениями с Моисеем и с прочими пророками в Израиле. Но если бы он тогда стал сравнивать близость в общении с Моисеем и близость общения с людьми через своего сына, то последнее оказалось преимущественнее. Оно есть большее откровение Бога людям. Итак, у Бога были причины в последние дни заговорить к людям в сыне. И состояли они в том, что информация, которую он собрался передать людям в эти последние дни, отличалась большей важностью в сравнении с тем, что говорилось им ранее. Эта информация уже не могла быть доверена ангелам для ее передачи, но она требовала более высокого уровня посредничества, которое мог выполнить только сын одной из лиц троицы. И дело тут не в том, что ангелы могли допустить какую-то неверность, а ведь какую-то небрежность и ввести людей в заблуждение. За Божьими ангелами этого не водится. Дело в том, что ангелы просто не смогли бы этого сделать, потому что речь шла теперь о спасении, которое обязательно подразумевает личное познание Бога человеком, требовавшее общение спасаемого непосредственно с Господом, в котором Бог познается куда лучше и точнее, чем через любое посредничество, в том числе даже и ангельское. Речь идет ни много ни мало о вселении Бога в сердце спасаемого. Не ангела, а Бога. Сколь точно не передавал бы ангел, порученные ему слова от Бога, обеспечить принимающему это слово такое вот личное познание Господа он не может, потому что для этого нужен личный контакт человека с Богом. Все, переданное ангельским посредникам от Бога, будет знанием человека о Боге, но не самого Бога. Итак, факт, что Бог теперь в последние дни заговорил к людям сам, в Сыне Своем, Он требует от нас большего внимания к сказанному им, потому что оно важнее для нас того, что было изречено при посредстве ангелу в минувшие дни. И оно же налагает на нас гораздо большую ответственность за то, насколько мы внимательны к этому слышанному и как мы с этой информацией поступим. Об этом возрастании ответственности слышащих, что говорит Бог в Сыне, апостол пишет далее во втором и третьем стихах второй главы. Он говорит, ибо если и через ангелов возвещенное слово было твердо и всякое преступление и послушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознерадевшее толиком спасение, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Ну, мысль ясная. Чем больше знаешь, тем выше с тебя спрос. Это понятно. Но интересно, вот как Павел различает здесь информацию, переданную людям в течение вот этих двух эпох. Возвещенное через ангела он именует просто словом, а проповеданное Господом он называет спасением. И то, и другое слово Божие, но прежнее спасение не несло, а только подготавливало к нему слышавших и возвещало будущее спасение. Проповеданное же Господом это проповедь уже свершившегося спасения, проповедь самого спасения, которая открывала к нему доступ человеку. И нерадение об этом спасении угрожает слышавшему куда больше, чем пренебрежение словом, возвещенным вот через посредничество ангелов. Человек может взывать о помиловании, о спасении. Ну, праведники прежней эпохи, они, следуя закону, они приходили к выводу, что они грешны, они нуждаются все-таки в искуплении. Заповедь закона, она благотворно влияла, если ее исполняли, благотворно влияла на земную жизнь человека. Но разделение человека с Богом она не устраняла, это чувствовали праведники прежнего завета. В его свете искренне верующий человек тех дней видел себя просто неодмытым грешником. Многие в Израиле вот накануне прихода Христа вздыхали о своем несовершенстве. Но знаете, когда Мессия пришел и заговорил к людям, немалая часть вот этих вздыхавших отказалась его принять и поверить ему. Потому что вздохи эти были наигранными. И все сомнения в личности Иисуса из Назарета, которые выставлялись этими отвергавшими его людьми, на самом деле имели свои мотивы в их нежелании их плоти воспринимать его учение, которое состояло не просто в ущемлении этой плоти, а в ее умерщвлении. И подобное происходит по сей день. Очень часто за всеми вот этими сомнениями, услышавших благую весть, за их заявлениями, ну что-то чего-то в этой проповеди им не хватает для их уверования, ну еще какого-то последнего довода им не достает, чтобы обратиться, стоит за всем этим плоть, ощущающая для себя опасность в принятии Христа. И слушающий вот эту плоть человек в душе не желает вот тех жизненных перемен, которые от него требует спаситель, несмотря на то, что Господь обещает ему, что он сделает в нем эти перемены и даст силы содержать себя в этих переменах. Только согласись, таким людям с подобными внутренними мотивами, отказа от благой вести, им никогда не достанет довода для их окончательного уверования, потому что он им не нужен на самом деле. Они всегда будут жаловаться на этот недостаток, пряча за ним свое нежелание обратиться к Богу. Но здесь мы находим еще одно важное для нас заявление апостола. В этих стихах, третьем и четвертом, он говорит, «Но как мы избежим вознерадевшее толиком спасение, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Знамения и чудеса бывали и в прежние дни. Конечно, не в таком количестве, как во дни Иисуса и апостолов. Но насчет раздаяния Святого Духа там было иначе. Если он и не сходил на кого, а оставался в таком человеке просто на правах гостя, он не изменял его сущность в такую меру, чтобы сотворить из него праведника такого новозаветного гранга. Для этого нужно было искупление, коего не было. А раз его не было, значит, грех Адама властвовал человеке, отделяя его от Бога. Потому и знакомые с Духом Божиим праведники прежнего завета иногда жестоко падали, вот как Давид, к примеру. Но были менее осуждаемы ввиду вот этого неистребимого наследственного греха, с которым они ничего не могли поделать. Такого раздаяния Духа Святого, которое имеет место в новозаветную эпоху, которое соединяет принявшего этого Духа с Господом, старозаветный праведник не знал. Величайший из людей пророков Иоанн не знал такого воссоединения с Богом, даже несмотря на то, что Духа Божия исполнился еще до своего рождения. И потому, по слову Христа, меньше в Царстве Небесном был, больше его. Потому что он был искуплен, а Иоанн пока еще нет. Это раздаяние Духа Святого как раз и есть то великое личное познание Бога, о котором мы говорили выше, и которым также отличается проповеданное Сыном Божиим спасение от проповеди прежней эпохи. Уверовавшего Христа приобретает таким образом личный опыт познания Бога, потому что Бог вселяет в свое сердце. И потому отпадение явное или тайное отступничество в Новом Завете оно куда более смертоносно для отступника, чем в прежние времена, потому что много ему в познании Господа дано. Слишком много, чтобы это так ему сошло с рук в сравнении с верующими Старого Завета, не имевшими такого познания. Но тут есть еще один момент. Это предупреждение Павла об отпадении и тяжелых его последствиях при наличии принятого Святого Духа указывает, что такое, увы, возможно. Возможность потерять спасение существует, вопреки всем этим бодрым утверждениям обратного, которые стали очень модны в эти дни, и которыми обольщается и обольщает других многие современные учителя веры. Не было бы для апостола ну никакого смысла стращать опасностью вот такого отступления. Громадное количество читателей этого послания, о которых, знаете, просто несметное количество набралось за всю историю существования церкви, если бы не было реальной опасности. Дух Святой Пустословием не занимается. Он никогда не стал бы отвлекать нас на какие-то гипотетические идеи. Господь предупреждает верующих только против реальной, а не надуманной опасности. Он не будет предупреждать против того, чего в принципе не может быть. Павел в шестой главе этого послания вновь возвращается вот к этой мысли, и там он еще более проясняет ее, но мы сейчас пойдем дальше по данной главе, в которой вот пятым, с пятого стиха апостол говорит, «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». А тут сразу возникает вопрос. Павел пишет «будущую вселенную, о которой говорим». А где же этот разговор о будущей вселенной в рассмотренной нам уже части этого послания? Ну, в предыдущей главе есть слово «вселенная», тоже греческое «ойкуменон», которое вот стоит здесь в пятом стихе. Это там в первой главе, шестом стихом он пишет, так же, когда вводит первородную во вселенную, говорит, и да поклонится ему все ангелы Божии, но здесь речь явно идет не о будущей вселенной, а настоящей. Есть там также цитата из 101-го псалма, «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, делала рук твоих, они погибнут, а ты пребываешь. Все обветшают, как ризы, и как одежду свернешь их, и изменится, но ты тот же». Знаете, в понимании любого еврея в те дни гибель вселенной, которой он обитает, она никогда не являлась просто конечным, концом этого света и все. Она обязательно подразумевала замену его на новое место, предназначенное для обитания воскресших праведников. И вообще разговор о спасении он не может обойтись без того, чтобы хотя бы подразумевать наличие будущей вселенной, где будут поселены спасенные, потому что без этого особого места спасение просто не имеет смысла. «Ну, спас, а куда его девать?» Идея спасения обязательно включает в себя царство спасенных. И вернее всего думать, что Павел здесь не имеет в виду под разговором о будущей вселенной какие-то предыдущие слова данного послания, а вообще тему спасения, включающую воскресение умерших праведников и их последующую жизнь в новом созданном для них мире. Эта тема является просто неотъемлемой составной благой вести и постоянно обсуждается теми людьми, которые рассуждают над спасением, которое даровано во Христе. То есть апостол имеет в виду, вообще говорим об этой будущей вселенной, не конкретно именно в данном случае. Но главная мысль вот этого пятого стиха, она не может быть понятой, если не будет истолковано самое первое его слово. Вот этот союз – ибо. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную. Значение этого союза нам понятно, но он тождественен подчинительному союзу потому что. И по смыслу он указывает на причину того, что сказано выше. А что именно сказано выше? А выше с первых стихов апостол проводит мысль, что сын принёс важнейшую вещь в сравнении с тем, что было ранее возвещено ангелами. Называя эту вещь спасением. И важно для человека сосредоточиться на том, что проповедано сыном. Вот как, помните, на горе преображения три ученика услышали голос. «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте!» Посмотрели, нет ни Ильи, ни Моисея, один Иисус стоит. И вот Павел приводит пятым стихом ещё один аргумент в пользу необходимости сосредоточиться на сыне. не ангелы контролируют эту будущую вселенную, но она покорена сыну, и он, естественно, и решает вопрос, кого туда допустить. Потому для спасения главным является личное отношение верующего именно с сыном. И ниже шестого стиха апостол приводит цитату из восьмого псалма, доказывающую вот эту власть сына над будущей вселенной. «Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его предангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих. Всё покорил под ноги его». Это псалом Давида, но Павел не называет его имени, которое было известно адресату и так. Он не называет этого имени, чтобы не вводить ещё одно имя в эти рассуждения, не отвлекать на него внимание читающих, потому что в данном наставлении имя автора человека не имело никакого значения. Итак, из самого этого псалма, когда мы его читаем в оригинале, да, впрочем, даже когда мы берём вот эту самую цитату вне контекста, видно, что речь идёт просто о человеке как творении Божием и уделённом ему творцом достоинства и мести среди сотворённого. Однако апостол, будучи просвящён Духом Святым и им же удостойный продолжать запись Священного Писания, рассматривает этот псалом в таком общебиблейском контексте, святоточием которого является именно Сын Божий. Как об этом сказал сам Иисус в 5 главе Иоанна, «Исследуйте Писание, вы думаете, что через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И в этом контексте апостол рассматривает вообще всю Библию, в том числе этот Псалом, 8-й Псалом, и таким же образом объясняя его как слово о Сыне Божием. И вот апостол, завершив вот эту цитату, присоединяясь к своё замечание о сказанном в ней, именно о последней его фразе, «всё покорил под ноги его», он подчёркивает, что вот это заявление, «всё покорил» не имеет никаких оговорок с исключениями, «всё значит всё». Он говорит, «когда же покорил ему всё, то не оставил ничего непокорённым ему», говорит апостол. И тут же указывает, что это слово в таком абсолютном его значении, вот которое Павел в нём видит, оно ещё не исполнилось. Он говорит, «ныне же ещё не видим, чтобы всё было ему покорено». Как бы выводя отсюда, что написанное в данном салме о человеке, говорит не о том, что уже было когда-то при сотворении, когда Адам был поставлен над всем земным творением, но оно говорит о будущем исполнении вот этого обещания, обладания всем, и относится к Сыну Божию, ставшему человеком, которому надлежит воцариться и на земле тоже. В 1 главе, в 13 стихе, Павел приводит цитату из 109-го Псалма, «Кому когда из ангелов сказал Бог, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног твоих». Ныне мы действительно не видим, чтобы всё было покорено Сыну Божию, потому что враги у Него ещё есть. Они ещё восстают против Него. Но значительная часть сказанного в 8-м Псалме уже исполнилась в Сыне Божием. И апостол указывает на это. Вот читаем 9-й стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Господь пришёл на землю, принял на Себя ограничения человеческой природы, в том числе и смертность, чтобы умереть за всех. Следует заметить, что вот это всех, как и все из приведенного и истолкованного Павлом из этой цитаты 8-го Псалма, оно тут тоже не сопровождается какими-либо оговорками, и потому оно должно пониматься в абсолютном значении. Всех – значит всех, без исключений. Это совершенно противоречит принятой кальвинизмом доктрине ограниченного искупления, в соответствии с которой Христос умер только за некоторых, за избранных, а не за весь мир. Но Слово Божие вполне ясно освещает этот вопрос. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего, за них и воскресшего. Это 2 Коринфянам 5, 15. Так говорит Павел в послании к этой церкви. И вот в этой же главе, во 2 Коринфянам, в 15 главе, ниже 19 стихом, он говорит, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления, их и дал нам слово примирения. А вот в 1 послании к Тимофею во 2 главе тот же апостол говорит, вот читаем с 3 стиха, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Желание Господа есть спасение всех людей и просвещение их истины. И для этой цели Он и сошел с небес и совершил жертву искупления именно за всех. Искупление Христово как действие Бога не имеет само в себе ограничений, которые пытается приписать Ему кальвинизм. Существуют для Него внешние ограничения, которые лежат в свободном выборе человека, принять искупление или нет. Бог предлагает его всем, и оно достаточно для всех, от самого Адама и до последнего рожденного на земле. Но принимает его не все, потому не все спасаются. Это очень простая истина, ее как раз и проповедует Писание. И далее апостол объясняет необходимость смерти Христа, это 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все, и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вожжа спасения их, совершил через страдания». Чтобы Сыну Божию стать вождем спасения вот этих многих сынов, надо было, чтобы Он сотворил это спасение для них и обладал бы им. Невозможно обещать людям спасение или вести их к этому спасению, если такового нет в наличии. А спасение это возможно было только через страдания, потому что для спасения необходимо искупление от греха, которое достижимо лишь через заместительную смерть, через совершенную жертву, снимающую узы греха даже самой совести человека. Вот этот титул вождь спасения был в конечном итоге, во всей полноте, обретенной Иисусом с Его мученической смертью. И далее Павел говорит, это 12 и 13 стихи, «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, потому Он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». Предлог «ибо», с которого начинается вот этот текст, эти два стиха, «ибо и освящающие, освящаемые», в данном случае очень трудно связать с предыдущими мыслями. По-видимому, здесь он не указывает на то, что описанное далее в этих стихах является причиной сказанного выше, но скорее сказанного во второй части 11 стиха. «Ибо, как мы выше отмечали, оно по значению соответствует сложному союзу «потому что». И вот если мы используем этот сложный союз вместо «ибо» в начале прочитанного текста, нам будет, кажется, чуть-чуточку легче понять его направленность этого союза внутрь этого стиха. «Потому что и освящающие, освящаемые все от единого» – это причина, а затем идёт следствие. Поэтому он не стыдится называть их братьями. Это вполне приемлемо – сначала называть причину, а потом её следствие. И в данном случае вот этот начальный предлог – «союз ибо», то есть потому что, он приобретает смысловое значение ввиду того что, по причине того что, поскольку он соотносит первую часть 11 стиха с его второй частью. Итак, апостол в разбираемых 11 и 12 стихах проводит мысль о неожиданном для людей… подожди, простите, в 12 и 13 стихах проносит мысль о неожиданном родстве людей с Господом, подтверждая её цитатой из 21-го псалма. Это его 23 стих. Он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою тебя». На чём оно, это родство, основано? Ну, конечно, коль скоро речь идёт об освящающем и освящаемых, то произведенное освящение, которое устраняет вот эту преграду греха между Богом и искупленным Христом, делает возможным такое родство, потому что освященные и освятившим их сыном, люди таким же образом они происходят от отца, как и сын. У них изменяется их духовная генеалогия. Как кажется, очень трудно было бы говорить о родстве с Сыном Божиим без вот этой перемены в их духовности, этих людей. Но Павел, как можно понять вот из последующих стихов, не только освящение имеет в виду. Апостол 13 стихом приводит ещё две цитаты из Старого Завета, на этот раз из книги пророка Исаии. «И ещё я буду уповать на него, и ещё я, вот я и дети, которых дал мне Бог». Первая цитата, это концовка 17 стиха, 8 главы Исаии. В нашем переводе она выглядит немножко иначе. Она представляет настоящее время и уповаю на него, так кончается 17 стих, 8 главы Исаии. Однако в Септуагинте данный текст имеет будущее время. И вот, разбирая ещё Евангелие от Матфея, мы отмечали, что ветхозаветные цитаты в Новом Завете, они чаще соответствуют именно Септуагинте, чем Масаретскому тексту. Впрочем, это не означает, что новозаветные авторы цитировали именно этот греческий, древний греческий перевод. Вероятно, просто во времена апостолов имелся древнееврейский оригинал, с которого и был сделан греческий перевод, вот это Септуагинта, и который отличался в некоторых деталях от Масаретского текста. Ведь, по сути, Масаретский текст – это средневековая редакция старозаветных книг, Асептуагинта – это очень древний перевод, еще до нашей эры был сделан. И переводили его не греки, а очень образованные, начитанные, знающие писания евреи. Вероятно, тот первичный оригинал, он чем-то отличался от Масаретского текста. Но, во всяком случае, очень многие, очень многие переводы вот этот 17 стих 8 главы Исаии ставят концовку его именно в будущем времени, как здесь ставит и Павел. Но вернемся к значению вот этих приведенных Павлом слов Исаии. Апостол, как мы отметили выше, говорит о родстве, спасенном с Господом. И кроме родства на основе освящения людей, он проводит мысль о родстве, явившемся результатом уподобления Сына Божия людям. Он стал Сыном Человеческим и этим сблизился с людьми настолько, что можно говорить о родстве его с людьми, как брата с братьями, как отца с детьми. Это уподобление видно вот из приведенной концовки 17 стиха 8 главы Исаии. в том, что упование, то есть надежда, это выражение отношения живущего на земле человека к Богу. Оно не свойствовано взаимоотношениям в Троице и вообще отношениям обитателей небес друг с другом и с Богом, потому что вера, надежда действуют только на условиях отсутствия видения. Там есть места Писания, мы часто на них останавливались. И они обе, вера, надежда, прекращаются с переходом души в иной мир, там они просто уже не нужны. И то, и другое является признаком именно человеческой природы. И еще одно. Упование или надежда, как правило, необходимы там, где имеется какая-то опасность или какое-то затруднение, которое надо преодолевать. И Исаия говорит об уповании, которое окажется необходимым Сыну Божию, занявшему позицию Сына Человеческого, и Он будет его являть. Это признак очеловечивания Сына Божия. Вторая цитата – это следующий, 18 стих, 8 главы Исаии. Она также совпадает с септуагинтой. В масоретском тексте вместо слова «Бог» стоит Яхве. Ну, в септуагинте вот я и дети, который дал мне Бог, Элохим. Тут можно было бы предположить, что речь идет о более образном понимании отцовства. Мы вот недавно даже касались того, что в древности на Востоке отцами именовали учителей, вождей, царей, господ в отношении их подданных или вообще каким-то образом зависимых, подчиненных им людей. Но вот ниже, 14 стихом, апостол говорит, «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и е». То есть Павел подразумевает именно кровное родство Сына Божия с родом людей, какой он принял, став Сыном Человеческим. Он не только брат людям, будучи человеком, он и отец, спасенным среди них, будучи вторым Адамом, родоначальником совершенно нового рода людей, рода спасенных на земле. То есть практически вообще всех тех, кто населит небесные обители, всего населения нового неба и новой земли. Итак, Спаситель Сышествий с небес обеспечил нам вот этим родство с ним. Апостол Павел таким образом говорит об учреждении родства между Господом и людьми как бы двумя путями. Это освящение, посредством которого человек поднимается вверх Богу. И уподобление Сына Божия человеку, его снисхождение к человеку, то есть имеет место встречное движение сверху вниз и снизу вверх. И знаете, примечательно, что и при окончательном воссоединении спасенных с их Спасителем произойдет тоже встречное движение. Господь сходит с небес, а церковь поднимается к нему на облака. И там соединяется, и так всегда с Господом будем, говорит Павел. Дети, которых дал мне Бог, это мы с вами, предузнанные Господом и по Его благости избранные им. По благодати, потому что после падения праотца людей в Эдеме никто и ничто Бога не мог обязать заняться их спасением. Он не был обязан этим заниматься, но вот по благодатному своему сердцу Он вожелал нас спасти, воздав нам не по нашим действительным заслугам и не в соответствии с нашим к Нему отношением, когда мы не знали Его и были Ему врагами. Нам надо глубже осознать родство с нашим Господом, в которое мы теперь введены, чтобы жить и поступать, как Его дети в этом мире, и не только словом, но нашим с Ним родовым сходством, свидетельствовать о Нем тем, кто Его еще не знает и гибнет в этой тьме. Пусть Бог нас благословит возрастать в познании Его и уподобляться Ему, становясь все более и более похожими на Него и все более и более являть Его лик в этом мире. Аминь. Давайте помолимся. Наши Господи, Ты сделал такое великое дело для нас, что мы не в состоянии охватить Его величие нашим разумом, нашим сердцем. Ты, вечный Бог, сошел с неба и стал человеком для того, чтобы сбились с нами, для того, чтобы ввести нас в родство с Тобою. И Ты отдал свою жизнь, чтобы искупить нас, чтобы мы были Твоими, чтобы освободить нас от той страшной участи, которая ожидает тех, кто с Тобой не соединен. Слава Тебе, Господи! Благослови нас, Боже, ходя в этом мире, уподобляться Тебе, и чтобы свет Твой сиял через нас, и чтобы лик Твой был виден в нас, и чтобы погибающие наши собратья в этом мире, собратья по творению, по крови, чтобы они увидели этот свет и пришли бы к Нему, и так же спаслись бы, как и мы спасены. Благослови нас, Господи, и будь прославлен за все. Аминь. Слава Тебе, Господи! Продолжение следует...